Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня я кратенько познакомлю вас с тремя братьями Ю5. Жили такие себе три брата по фамилии Ю5, звали их Т-34, Фаерфлай и старший брат совсем дурак ЕЛС Бис. Почему совсем дурак, объясню сейчас. Значит смотрите, что собой машинки представляют. На каждую из этих машинок я выложу у себя на канале в ближайшее время видео, в которых будет обзор отдельно взятой машины, ну и соответственно катки на них. Теперь давайте быстренько кратенько пробежимся в принципе по самой серии Ю5. Что собой представляет? Это машинки среднего класса, да, средний тип танка и это все идут братья по росту с пятого по седьмой уровень, то есть пятый, шестой, седьмой включительно. Что касается самих машин, как я их получил? Я получил их в ИВН, я получил абсолютно бесплатно, не потратил ни одной монетки золотых и это было очень давно. Но эти машинки в то время, они действительно игрались классно, их хотели все и все надрывались в ИВН, как могли, но не все смогли дойти до седьмого уровня включительно. Я забрать успел в последний день седьмого уровня танчик, но не забрал вот этот вот светящийся движок в виде обвеса. Так у меня его и нет, ну и да бог с ним. Короче говоря, что собой машины представляют? На пятом уровне Т-34 машинка прикольная и обалденная. Прикольная, потому что она делена 160 единицами альфы. Все остальное смотрите на обзоре. К чему говорю, что старший был совсем дурак? Потому что Firefly обладает приблизительно теми же самыми характеристиками орудия, да, только немножечко получше время перезарядки. И, честно говоря, в данном случае я себе ставил по оборудке именно лучше пробития, потому что пробития на своем уровне Firefly не хватает, и не хватает существенно. И альфа у него все равно при этом осталось 160 единиц. Ну, как бы маловато. Я всегда говорил, что лучше бы здесь было 175-180. Тогда эта машинка действительно играла бы какими-то красками, да, вот действительно классными, обалденными. Ну, и такими, которые аж заслепляют тебя и соперников. И это все равно не была бы имба. Но, а старший брат совсем дурак, потому что у него для его 7 уровня, ребят, остается, в принципе, то же самое, да, то есть 160 единиц альфы, ребят, кочует, начиная с 5 уровня и по 7 включительно. На 7 уровне 160 единиц альфы это уже, в принципе, ни о чем. То есть ты не можешь нормально сопротивляться. Да, тут просто имбическое время перезарядки меньше 4 секунд. Как бы классное КД, вопросов нет. Я себе поставил в данном случае ускоренную перезарядку. Вот она у меня стоит. Потому что только это делает возможным хоть как-то нормально сопротивляться. Если бы не хорошее время перезарядки, тогда сопротивляться было бы вообще туго. И ДПМ, соответственно, был бы уже не 2700 единиц. Чем данные машинки действительно примечательны? Вся серия Ю-5 вот этих вот товарищей, это машинки с очень классной подвижностью. Просто такие шикарные, как для средних танков. Для каждого на своем уровне они себя показывают и отыгрывают по подвижности просто шикарно. Что касается орудий. Орудия просто обалденные, очень точные, с шикарным временем перезарядки. Вот сбалансированное орудие по КД. В основном, если не говорить о Firefly. На нем немножечко все-таки туговато. И я бы сказал, что вот КД, время сведения и точность, это однозначные плюсы данной машинки на первом месте. На втором месте подвижность машины. Что же касается минусов по данной машине. Минус у данных машин, я бы сказал, что одинаковый один на всех. Это полная картонность и абсолютная неживучесть. То есть рандомные рикошеты бывают, но, ребят, готовьтесь к тому, что разбирать будут в первую очередь вас. И вторым минусом данных машин является то, что кочует вот это вот 160 единиц альфы показатель от уровня к уровню и ничего не меняется. И это действительно становится унылым. То есть, в принципе, если данный вопрос не касаемый, я имею ввиду, брони Т-34 не коснулся, то вот 160 единиц альфы довольно-таки неплохо коснулись Firefly на 6 уровне. Ну, а что касается ЕЛСБИС, ребят, не зря я сказал, что старший брат совсем дурак. Вот такая вот серия U5. Смотрите мои обзоры на каждую из этих машин. Их действительно необходимо заценивать по очереди от младшего брата к старшему, для того, чтобы понять, что это за машинка каждая из себя. И, возможно, когда-нибудь они появятся на продаже. И, возможно, они появятся на продаже на Черную Пятницу, либо на новогоднем аукционе. А значит, к этому необходимо готовиться и понимать, хотите ли вы себе данную машинку, чтобы потом, судорожно, в момент, когда аукцион открывается, не искать в Ютюбе обзоры на подобного класса автомобилей. Ну, а если вам нравятся честные обзоры на технику руками среднестатистического игрока, я не буду вам заливать по поводу того, что каждая машина это имба, и вам обязательно необходимо ее купить. И я не буду вам компосировать мозг тем, что вы должны обязательно выдерживать средний урон, и обязательно должны придерживаться количества побед. И ваша статистика должна быть идеально чистой и прозрачной, а все остальные жопоруки-раки. Подписывайтесь на мой канал, и именно такие видео я снимаю. Я хочу конкурировать с теми ребятами, которые заполонили Ютюб, именно честностью обзоров, а не водой в уши, для того, чтобы вы тратили свою голду на все, что ни по поди. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова